Вызванный взмахом сабли. Без карты нам все равно не обойтись. Курильские острова — будто нитка ожерелья, которую туго натянули между Японией и Камчаткой. На севере Парамушир и Шумшу почти касаются Камчатского мыса Лопатка, а два самых южных острова — Шикотан и Кунашир — присоединились к земле японцев. Красочная гирлянда из бусин островов отгородила от океана Охотское море, в котором образовался мощный природный холодильник с суровым климатом. Зато на южных Курилах было все, что нужно человеку — от бамбука и кедра до красной смородины и сытных белых грибов. Непуганный зверь вылезал из моря на лежбище столь плотными массами, что ряды верхние насмерть раздавливали пищащих зверей в рядах нижних. Давным-давно на Курилы пришла русская жизнь. Из самых недр России через Чищобы и Гор явились крепкие бородатые мужики и статные светлорусы и жены. Вставали с плачем от ржаной земли, омытые неутешными слезами, от Костромы до Нерченска дошли и улыбались ясными глазами. Хвала вам, покорители мечты, творцы отваги и жестокой сказки! В честь вас скрипят могучие кресты на берегах оскаленных Аляски. Текло время. Курилы трясло в землетрясениях, вулканы извергали багровую лаву, стенкой вставали волны цунами, но, пережив бедствие, русские кутьей поминали павших, рожали новых курильцев, и вольготная жизнь не замирала. Прямо в великий, но совсем не тихий океан гляделись окошки исп, судалью звенели молоты в кузницах, на огородах блеяли козы, мужики ладили крепкую мебель, курильцы плавали в гости с острова на остров, словно из одной деревни в другую. Над курилами горланили по утрам русские петухи. Так жили до 1875 года, когда в Петербурге рассудили за благо обменять с японцами курильские острова на южную часть Сахалина, где решили создать каторгу. Нечто вроде русской каенны. Курильцы покинули свою огнедышащую колыбель. Кто подался на Камчатку или на Сахалин, а кто махнул под парусом еще дальше, на матерую таежную землю. Там, вокруг юных городов Владивостока и Благовещенска, Хабаровска и Николаевска, быстро складывалась златокипящая сумбурная эпопея. На опустевшие курилы высадились сыны богини Аматерасу, и в ненависти, никому непонятной, по бревнышку разнесли все поселения, уничтожили коптильни и кузницы, даже кресты на могилах сожгли, а кладбище затоптали, как и огороды, чтобы на земле Окуэзо не осталось следа от прежних хозяев. Алиуты спасались от пришельцев бегством на далекие командоры, а одинокие семьи Айнов японцы насильно эвакуировали на Шикотан, в ту пору уединенный и совсем необитаемый. Там Айны начали быстро вымирать. Но это еще не история. Это лишь начало истории. И в ту ночь, когда Соломин с палубы Сунгари разглядывал призрачные фонарики японских кораблей, он не знал, да и не мог знать, что неподалеку от него режет черные волны одинокая шхуна, самая роковая для русской Камчатки. Я не выяснил, как звучало название шхуны по-японски, но в переводе на русский язык она называлась так «Вихрь, вызванный взмахом сабли». Все японцы — тонкие лирики. А имена их кораблей напоминали заглавия поэтических сборников. Ветер над уснувшим прудом, свет месяца, пробивающийся сквозь тучи, молодые зеленые побеги вишни или первые созревающие овощи. Шхуна, привлекшая наше внимание, была обычной 120-тонной шхуной, каких немало бороздили дальневосточные моря. На двух пружинистых мачтах она несла косые паруса, причем грот-трисель на корме был гораздо шире фор-триселя в носу, отчего шхуна часто рыскала к ветру, а два матроса возле штурвала все время прилагали усилия, дава держать ее на курсе. Вся жизнь корабля заключалась в двух рубочных надстройках на палубе. В кормовой рубке селилась команда, там было темно и смрадно. В повалку лежали подвахтенные матросы, одетые в непромокаемые комбинезоны, вымоченные перед плаванием в бочках с олифой. А носовая рубка, собранная из досок красного дерева, была украшена изящной отделкой. В углу каюты помещался жертвенник, похожий на шкафчик с откидными дверцами, которые при сильной качке непрестанно хлопали, отворяясь и закрываясь. При этом внутри кумирни статуэтка Будды с тонкими пальцами то показывалась, то исчезала. По бокам рубки дымились ароматные курильницы, тихо звякали тарелочки для священных жертвоприношений. В центре циновки татами был привинчен к палубе ящик жаровни, подле него лежали медные стержни для тщательного ухода за жизнью огня, что слабо теплился в раскаленных углях. Возле очага подушка, обтянутая шелком, а на подушке сейчас восседал, и он сам. Тоже вызванный взмахом сабли. Это был лейтенант японского флота Мацуоко Ямагато. Сабля, вызвавшая его к жизни, была саблею самурая. И каждый раз, когда при крене сами собой открывались дверцы кумирни, Ямагато громко хлопал в ладоши, склоняя голову в знак особого почтения к бессмертному духу своих предков-сигунов. Чуткий слух офицера улавливал сейчас все, что нужно для опытного моряка, и даже злобное шипение воды, сбегавшей с палубы через узкие шпигаты, словно крысы в узкие норы. Даже этот звук был ему приятен. Мацуоко Ямагато — основатель патриотического общества японской справедливости «Хооко Гидаео», о котором консул Геннштурм предупреждал Соломина. Главным пунктом устава этого общества был завет держать своих людей в готовности для военной службы в прилегающих морях ввиду близкого столкновения с Россией. Японские газеты присвоили лейтенанту Ямагато почетный титул защитника северных дверей. Где эти двери, никто в Японии толком не знал, но Ямагато показывал на Камчатку. Япония, — возвещал он через газеты, — должна повелевать не только теми местами, которые она издревле занимает, но и теми, которые еще не занимает. Вибрируя мачтами, шхуна снова влезла на высокую волну и сверглась вниз, поскрипывая хрупкими сочленениями корпуса. При этом самураевский меч, висевший на переборке, сначала отодвинулся от нее, а потом звонко брякнулся о красные доски. В такие бурные ночи хорошо вспоминать прошлое. Десять лет назад Ямагато вызвал в Японии большое волнение, когда из бездомных рикш и бродячих матросов начал формировать население Курильских островов, должные заменить ушедших оттуда русских. Корабли с переселенцами провожали трескотнею праздничных хлопушек. Сам Микадо благословил колонистов в трудную дорогу. За время пути морем лейтенант завел среди колонистов жестокие порядки. Владея древними секретами самураев, Ямагато одним уколом вытянутого пальца укладывал на палубе замертво любого деревенского богатыря. Уже давно исчезли за кормою оазисы южных Курил, где над полянами порхали бархатные махаоны, а корабли с переселенцами плыли все дальше на север. Не понимаю, почему это плавание заняло у них целых три года. С 1893 по 1896 год. Наконец, скованные стужей корабли пристали к берегам угрюмого острова Шумшу. По-японски он назывался Сюмусю. Отсюда лишь узенький пролив отделял азиапших конкистадоров от русской Камчатки. «Скоро мы будем и там», — провозгласил Ямагато. Прошли годы. В гавани Майороппу сделалось тесно от обилия рыбацких шхун. На Шумшу запыхтела паром консервная фабрика. В длинных бараках, облицованных гофрированной жестью, ютились переселенцы, считавшие себя рыбаками, но которых лейтенант упрямо именовал воинами божественного Микадо. Именно здесь Ямагато планировал грабительские маршруты своих флотилий в воды Камчатки и Командорских островов. На скользких морских перепутьях часто сталкивались две жестокие экспансии — японская и американская. При встречах соперников иногда возникала дикая кровавая поножовщина. Но каждый поступок Ямагато был заранее одобрен в Токио, а каждый замысел самурая правительство подкрепляло финансами. Все складывалось замечательно для Хооко Гидаио, пока в Японии не узнали, что на Курилах возникла своеобразная военизированная катанга. Газеты Японии, США и России писали о жестокой эксплуатации рыбаков, подчиненных законам дисциплинарной казармы. Ямагато не стал опровергать своих обвинителей. Незаметно для всех он отплыл во Владивосток, где и открыл на Кутайсовской доходную прачечную. Там у него с утра до ночи перемывали русское белье пять корейцев и восемь китайцев, тринадцать бессловесных рабов, которых он терроризировал приемами джиу-джитсу. Но иногда лейтенант сам брал корзину с бельем. На шампуньке он развозил по кораблям тихоокеанские эскадры офицерские сорочки с накрахмаленными манжетами и щегольские воротнички с лихо загнутыми лиселями. Русские не обращали внимания на трудолюбивого и вежливого японца, зато японец хорошо разбирался в том, что происходило в каютах и на палубах кораблей. Когда скандальный шум вокруг его имени затих, Ямагато снова вернулся на Курилы, а явный милитаризм Хооко Гидаио прикрыла торговая компания Энкуисю Суисан Кумиан, которая поставляла такие плотные сети, что в их ячейке не могла проскочить даже самая тощая селедка. Под вывеской этой фирмы на Шумшу Самусю появились кадровые солдаты и артиллерия. Тут все было готово, чтобы, как писал Ямагато, сделать Камчатку землею микадо, а население привести в покорность Японии. Шхуна снова рыскнула по ветру, сильная волна двинула ее в скулу, было слышно, как у штурвала ругаются рулевые. Рывком отворились дверцы кумирни, Будда качнулся, словно падая навстречу самураю, который при этом опять хлопнул в ладоши. Еще ничего не было решено, но вскоре должно решиться. Вихрь, вызванный взмахом сабли, пронзал черное пространство. С верхнего дека, громыхая деревянными гетто, в каюту лейтенанта вошел боссман в желтой робе и, вежливо шипя, доложил, что слева остался симушир, на котором не мелькнуло ни одного огонька. «Все огни светят на сюму-сю», — ответил Ямагато. Странно, что многое сейчас зависело от Губницкого. Фурусава и Кабояси, прибыв на командоры, не замучили себя изучением у алиутов русских глагольных спряжений. Прошедшие отличную практику шпионажа в закрытой школе гень-йося, они действительно владели русским языком. Начав его освоение в Ханькоу на службе в торговой фирме Чурина, они отшлифовали чистоту произношения во Владивостоке, где японцы давно держали платную школу джиу-джитсу для офицеров русской эскадры. Фурусава и Кабояси вели себя в России совершенно свободно, благодаря ртазейству русской контрразведки. А их мудрый начальник Митсури Таяма с цифрами в руках наглядно доказал, что еще ни один из его агентов ни разу не провалился, а все, кого он вычеркнул из своих списков, умерли естественной смертью, сделав себе харакели. «И погребены с честью», — напомнил Таяма. Когда Сунгари ушел в Петропавловск, к берегам Командорских островов причалил американский транспорт «Редондо», приписанный к порту Сан-Франциско, и фурусава с Кабояси сразу же заняли отведенные им каюты. «Редондо» был зафрахтован камчатским торгово-промысловым обществом, и японцы чувствовали себя в полнейшей безопасности. Через несколько дней тайные агенты Митсурито-Ямы сразу после командорской стужи окунулись в знойное пекло Калифорнии, и японцев ослепил белый камень особняков Сан-Франциско. В переполненном трамвае они подъехали к богатому отелю, расположенному посреди пальмовой рощи. Как и следовало ожидать, в вестибюле гостиницы их ожидал дородный господин с величавыми манерами человека, привыкшего певелевать. Это был Губницкий. Все трое молча поднялись в номер, где под потолком неустанно намахивал прохладу пропеллер электроспанкера. Но японцы еще обливались потом, и тогда Губницкий резкими жестами бросил каждому из них по вееру. — И так, — сказал он, — я вас слушаю. Под линзами его очков сверкали беспокойные глаза, глаза, о которых Митсури Таяма однажды заметил, что они у Губницкого в десять раз больше его желудка. Муросава и Кабояси, обмахиваясь веерами, дали понять, что для захвата Камчатки уже приготовлено полмиллиона японских иен. От этой внушительной суммы двести пятьдесят тысяч иен выделило правительство, а другую половину собрали между собою патриоты Хооко Гидаио. Думай, Губницкий, думай. Полмиллиона иен на земле не валяются. Тебе, сукину сыну, начинавшему жизнь почти без штанов, тебе, который считал за благо преподавать чистописание в гимназиях Одессы, ведь тебе сейчас очень много надо. Да и стоит ли сожалеть о захудалой Камчатке, озаренной работой вулканов, если ты давно живешь и процветаешь в благодатном раю Сан-Франциско? Так думай, мерзавец, думай. Губницкий, усмехнувшись, подлил японцам виски. Они поблагодарили его оскалом крепких зубов и каждый щипчиками положил в свой бокал по кусочку прозрачного льда. «Ваш добрый друг, лейтенант Ямагато, сказал Кабояси по-русски, сожалеет, что не мог повидаться с вами в Осаке на выставке и спрашивал о вашем драгоценном здоровье». Понятно, что речь шла о здоровье Камчатки. «Передайте лейтенанту Ямагато, отвечал Губницкий по-английски, что камчатские рыбные промыслы сохранят желательный для Японии нейтралитет, а в случае, если возникнет затруднительная для Ямагато ситуация, я прибуду в Петропавловск сам». После ухода японцев Губницкого навестил барон фон дер Бриген, не знавший, что его коллега по дешевке продает Камчатку японцам, и потому Бриген, придерживаясь иной ориентации, давно торговался о продаже Камчатки американцам. «Штаты», — намекнул курлянский барон, «никогда не смирятся с усилением Японии на Тихом океане, и России нет смысла терять Камчатку даром, она может получить за нее деньги, как получила их в свое время от продажи американцам Аляски». «В конце концов», — умозаключил Бриген, «Россия такая обширная страна, что для нее ампутация Камчатки будет безболезненна». Вихрь, вызванный взмахом сабли, причалил к шумшу. Впрочем, Ямагато прав. Еще ничего не было решено. «Приходи к ума любоваться». Был рассветный час, когда Сунгарь вошел в Авачинскую бухту, миновав узкий пролив, стиснутый песчаной косой, и очутился в уютном ковше внутренней гавани. Взору открылся Петропавловск. Одна единственная улица с двумя церквами и пятью кабаками. Домишки и сараи карабкались по склонам холмов все выше. На крышах еще лежал снег. Петропавловск досматривал приятные сны. «Сейчас мы их разбудим», сказал капитан. Сунгарь издал протяжный рев, на который все собаки, а их в городе было немало, ответили бесшабашным лаем. Город проснулся. К пристани сбегались в попыхах одетые люди, чтобы встретить первый в этом году пароход, приплывший из теплых краев, где давно цвела пахучая вишня. Матрос шмякнул с высоты борта на доске пристани тяжелый кожаный мешок. «Полетучка», сказал он Соломину, подмигнув. «Полетучкой здесь называли почту. Нового начальника никто не встречал. Так и надо. Ведь телеграфа здесь не было, и никто на Камчатке не знал о его приезде. Приехал, ну и без с собой. Видали мы таких». Соломину досталось от предшественника 47 тысяч казенных рублей, которые были заперты в сейфе, страшная неразбериха бумаг в канцелярском шкафу и сетка от москитов. Через день он в своем столе обнаружил еще недоеденный кусок засохшего пирога со следами зубов покойного Ашуркова. Вот и все. Андрей Петрович решил не снимать квартиру в городе, а занял две казенные комнатушки, что примыкали к канцелярии уездного управления. Напротив же присутствия размещалась винная лавка, и там до утра черти окаянные заводили граммофон. Все пташки и канарейки так жалобно поют, а нам с тобой, мой милый, разлуку подают. Разлука ты, разлука, родная сторона. Чтоб вы треснули со своей цивилизацией, в сердцах говорил Соломин, но ругаться в трактир все-таки не пошел. Не выспавшийся, он лежал в постели, закинув за голову руку с дымящейся папиросой, мучительно переживал свое положение. В пустых комнатах звонко тикали старые ходики. Зачем я, дурак, согласился ехать в эту дыру? Петропавловск расположен на той же широте, на которой лежат Оренбург, Саратов, Чернигов, Варшава и Лондон. Но разве найдется смельчак, чтобы сравнить бытие в Петропавловске с кипучую жизнью этих городов? Соломин впал в глухое оцепенение, никак не свойственное ему. Первые дни буквально тошнило от вида пустынных пристаней и серых пакгаузов. Вызывали содрогание дома обывателей, давно бы упавшие набок, если бы их с гениальной сообразительностью не подперли бы бревнами. Будь Соломин алкоголиком или ханжой, его, наверное, умилил бы ухоженный вид кабаков и храмов божьих. Эти строения резко выделялись на общем мерзостном фоне запустения. Но в этот фон удивительно вписывались и памятники командору Берингу, уплывшему с Камчатки к берегам Америки, и геройским защитникам Петропавловска в крымской кампании, когда жители отразили нападение англо-французской эскадрой. Камчатка, как это ни странно, имела славное боевое прошлое. Ну что ж, сказал Соломин сам себе, существует только один способ начать, это взять и начать. Утром он занял место в канцелярии присутствия. Странно, когда во времена Екатерины в Петропавловск приплыл Лаперус, жители дали в его честь бал, самый настоящий, с пальбою и с пушек и музыкой. Я попасть на бал не рассчитывал, но со мной никто даже толком не поздоровался. Своё недоумение он выразил пожилому чиновнику канцелярии Блинову, который ответил, что Лаперус тут ни при чём. Бывало, не успеешь имя отчества начальника затвердить, как вдруг бац, его на материк шлют нового. А новый-то приплыл, наорал на всех, так что мы обкламшись ходим, потом соболей чемодана два нахапал, и туда же яблоки кушать, а мы тут загораем. Так ещё подумаешь, стоит ли здороваться? Это было сказано чересчур откровенно, и Блинов, опрятный чинуша, вызвал у Соломина симпатию. Но покойный-то Ашурков долго у вас пробовал. Знал, с кем дружбу водить. С кем же притворился Соломин наивным, а хотя бы с Растригином, чем плохо. А чем он хорош? Да тем и хорош, что плохо, намекнул Блинов. Мимо него ни одна чернобурка на аукцион не проскочит. Извольте знать, сударь, что на Дальнем Востоке нет Мюра и Мерелиза, как в Москве, нет и Елисеева, как в Петербурге, зато есть Кунст и Альберс во Владивостоке. А эти магазинщики понимают, сколько шкур спускать с нашей Камчатки. Так, один факт есть. Пойдем дальше. Ну, а чем знаменит Папа Пападаки? И этот по бобрам ударяет. Чикагские господа очень уж до наших бобров охотчий. Папа и семью в Чикаго держит. Кое-что уже прояснилось. Андрей Петрович сказал, «Господин Блинов, я вижу человек прямой. Ведь не может быть, чтобы вас такое положение устраивало». Блинов и ответил ему откровенно. «А кому здесь надо мое мнение? Да и что толку, если я, расхрабрившись, писк издам? Тот же Растригин с папочкой меня, будто клопа на стенке распнут. Потому и молчу. Я, сударь, добавил он, воодушевясь, уже двадцать лет без передыха вот тут корячусь, и все ради сына. Когда он выйдет в Драгоманы при дипломатах, тогда, ну, пискну. А где ваш сын учится? Сережа-то, расцвел старик, уже на третьем курсе в Институте Восточных Языков во Владивостоке. Не шутка. На каком факультете? На японском. Вот жду, обещал навестить». С скатилась лавина подтаявшего снега, вызвав лай ближних собак. А потом, не разобравшись, в чем тут дело, лай подхватили соседние псы, и скоро весь город минут десять насыщался собачьим браво-брависсимо. Поразмыслив, Соломин сказал, что надеется избавить камчедалов от засилья местных торгашей. «Меховой аукцион будет проводиться честно». Блинов не очень-то деликатно махнул рукою. «Был тут один такой. Так же вот рассуждал». И что с ним потом стало? Да ничего особенного. С ума сошел. Когда его увозили на материк, он за каждый забор цеплялся, кричал и клялся, что он этого дел так не оставит. Матроса его сердечного от Камчатки вместе с доской отклеили. С тем и уехал. А где он сейчас? Вылечился? Сейчас в Петербурге. Тайный советник. Департаментом государственных доходов ведает. Такому-то чего не жить? Это смешно, сказал Соломин, не улыбнувшись. Словно почуяв, что начальник решил взяться за дело, урядник Мишка Сотиной явился сдать ему эти дела. Соломин ожидал встретить рыжего дядьку с бородой до пупа и шевронами за выслугу лет до самого локтя, а перед ним предстал бойкий казак лет тридцати со смышленым лицом. Соломин решил сразу поставить его на место. Ты где шлялся эти дни, не являясь ко мне? Неробея казак объяснил, что пока держится твердый снежный наст, он на собаках смотался к Охотскому морю, до деревни Явина, где недавно пропал почтальон. Упряжка вернулся, нарт пустый, был человек и нет человека, приходи к умолюбоваться. Помня о притязаниях уездного врача Трушина на пост начальника Камчатки и зная, что в Петропавловске немало противников урядника, Соломин сменил гнев на милость. Ну, садись, узурпатор окаянный, сейчас я мокко заварю. Ты когда-нибудь мокко пил? А как же последовал ответ? Где? Конечно, в Сингапуре. Бывал и в Японии, сказал Мишка. Жить не спорю, и там можно, но больно уж комары у них дикие, летают стервы по низу и ровно гадюки хватают за ноги, жрут так, что аж наслыхать, как они чавкают. Пришлось удивиться и признать, что урядник человек бывалый. Во рту его, поражая воображение, сверкал золотой зуб. Это мне в Шанхай вставляли, похвастал он. Помимо золота во рту он имел на груди Георгия. А за крестом ты куда ездил? Это мне за китайцев дали. Слыхали чай о боксерах? Они несколько ден подряд Благовещенск из-за Амура пушками обстреливали. Вот с ними и дрался. Не боксера ли тебе и зуб выставили? Наш выставил, Харунжий. Я сапоги с вечера забыл наярить, а он заметил. Как врежет! Аж на вся конюшня ходуном заходила. Сапоги доложил он мне. Надо бы начистить с вечера, чтобы утром надевать их на свежую голову. Знакомство состоялось, пора приступать к делу. Дай ключ от сейфа, велел Соломин. Урядник, звякнув шашкою, поскоблил в затылке. Помню, что таскал его на груди, вроде гайтана божьего. На ключ, можно сказать, молился, а его не стало. Неужели посеял? А хоть убейте, выходит, что посеял. Общими усилиями отодвинули несгораемый шкаф, надеясь, что с помощью отвертки удастся отвинтить заднюю стенку. Но сейф оказался монолитен. Слесарь в городе сыщется? Да мы уж всяко, отвечал урядник. Ковыряли гвоздем и шилом, не открывается. Правда, один способ я знаю, способ уже проверенный. У нас в казачьей дивизии, когда казначей запил, тоже ключ от сейфа потеряли. Но мы не растерялись, быстро пороху в замок насыпали, фитилек подпалили, потом все по канавам разбежались и крепко зажмурились. Тут как рванула до небес и пришла к ума любоваться. Это не способ, сказал Соломин. За такой способ меня выкинут в отставку без права на пенсию. Как же я стану управляться с Камчаткой без копейки казенных денег? Скоро аукцион, сразу разбогатеет. Андрей Петрович в бессилии треснул по шкафу ногой. Ручаешься, что здесь сорок семь тысяч? Так точно, с копейками. Ну ладно, верю. Считай, что казну я принял. Соломин велел построить вооруженные силы славного камчатского гарнизона. Он сказал об этом без юмора, а Мишка Сотиной тоже без юмора построил их моментально. Гарнизон Петропавловска составляли девять казаков, в числе которых двое были еще школьниками, а трое безнадежными инвалидами. Итого к бою готовы четыре верных бойца. Как же вы тут управляетесь с Камчаткой? А что нам сказал Мишка, заломив на бекрень шапку? Да кутузки-то пьяного дотащить, так мне гарнизон хватает. В порядке ли, карцер? Приходи к умолюбоваться. Сидит там кто-нибудь сейчас? Не без этого, даже обязательно. Пойдем, покажешь. Прежде чем отомкнуть запоры, Соломин приставил глаз к смотровому отверстию, и в этот же миг глаз ему залепил смачный плевок, метко посланный изнутри камеры. Сотенный сбранью отодвинул засов, а брюзглый господин в коверкотовом пальто и галошах сделал Соломину медвежий реверанс. Извините, сударь, что плюнул, не подумав, сипло проговорил он. Я ведь решил, что это мишка меня озирает, самозванец хуже вора Гришки Отрепьева. Это он, это он, лже-михаил, власть над Камчаткой и у закона гнусно похитил. Соломин, вытираясь, спросил, кто это. А это наш Ниякин, объяснил урядник, тот самый, что у покойного Шуркова в помощниках бегал. Андрей Петрович в бешенстве заявил Ниякину, от службы в уездном правлении вы давно отстранены. Так чего же околачиваетесь на Камчатке? Кроме того, на вас заведено дело, и вы обязаны предстать во Владивостоке перед судом. Прошу с первым же пароходом покинуть Петропавловск. На что Ниякин отвечал ему с иронией, да какой же олух сам себя на суд отвозит. Ежели я суду надобен, то пускай он сюда приезжает и судит меня. За что вы посажены в карцер? А я разве знаю, погрызнулся Ниякин. За роялю сидит, мрачно пояснил Сотинный. У нас в школе рояля была, едино на всю Камчатку. Так он с приятелями среди ночи давай роялю на улицу выпирать. Я всякое в жизни видел, гордо сказал казак. Однажды, когда посуды не было, пришлось и в балалайку мочиться, но такого зверского обращения с музыкой еще не видывал. Они ее эту несчастную роялю сбоку на бок по снегу дыбачили, будто сундук какой. Соломин велел Ниякина из карцера выпустить и чтобы с первым судном убрались во Владивосток. А ты меня учи, щенок, отвечал Ниякин. Соломину было уже под пятьдесят. Вернувшись в канцелярию, он спросил, а этот хам нахалович нормальный ли? Тут все пока трезвые и нормальные. Вы с этой гнидой поосторожнее. Ниякина напакостить может, потом и лопатой не отскребешь. Он же прихлебателю нашего расстригин. Сотенный выложил на стол протокол. Не хотел говорить у карцера, а дел такое, что Ниякин замешан в ограблении имущества умершего зимой у купца Русакова. Вот и показания родственников, которые уже обвылись, а Неякин добром украденное не отдает. Ознакомясь с делом, Соломин обомлел. Просто уголовщина. А ведь такой вот Неякин занимал высокий пост. Он мог бы стать и моим заместителем. Мог бы. Потому я и действовал как самозванец. Сразу, когда Шурка в пятки раскинул, я все бумаги опечатал, к казне караул приставил и заявил, что до решения в генерал-губернаторстве ни единого прохиндея до дел камчатских не допущу. Правильно сделал. Молодец! Этот толковый парень нравился ему все больше. И сейчас Соломин даже пожалел, что сгоряча перешел с ним на ты. Урядник заслуживал уважения. Начнем же с маленького, чтобы потом взяться за большое. Ты, Миша, опись имущества покойного Шуркова составил? Не, а надо бы. Пойдем и сразу покончим с ерундой этой. Описывая имущество в доме покойника, случайно обнаружили шкуры морских бобров. Сотенный повертел их в руках, дунул на мех, чтобы определить глубину подшерстка. Это бобер смыса лопатка. Точно! Одно не пойму, на лопатке лежбище охраняет особая команда. Каждому бобру ведет стабель, а когда с бобра шкуру спустят, ее представляют в казну при особом рапорте. Приходи к умолюбоваться! Это значило, что, прежде чем попасть на аукцион, бобр проходил регистрацию, и ни одна шкура не могла миновать казенного учета. Из разговора с урядником выяснилось, что врачебный инспектор Вронский в прошлую навигацию вывез с Камчатки сразу трех бобров, даже не заприходованных в аукционных листах. Сотенный рассказывал безутайки. Тут, ежели в сундуках покопаться, так много чего сыщешь. Чернобурки, песцы, соболи, первый сорт. Чернобурок-то на Камчатке уже малость повыбили, но зато их на Карагинском острове еще хватает. Соломин знал, что командоры были родиной Голубого Песца, а Карагинский остров считался в России естественным питомником чернобурых лисиц. Андрей Петрович спросил, Миша, сколько стоит мех одной чернобурки? У нас? Да, в местных условиях. По совести больше сотни, а в Америке уже за тысячу долларов. Конечно, я не продавал, но так мне сказывали. А за сколько рублей они идут с рук на Камчатке? За червонец у наших дикарей сторгуешься. В Хабаровске на эти деньги можно купить два лимона. Соломин тут же отправил политучку во Владивосток на имя генерала Колюбакина, чтобы у медицинского инспектора Вронского конфисковали вывезенных бобров. Ретивость камчатского начальника пусть не покажется читателю наивный. Он ведь знал катастрофическое положение на лежбищах, где раньше добывали в год полтысячи бобров, а сейчас от силы штук тридцать. Еще недавно котиков набивали до ста тысяч особей, но после набегов американцев их стали добывать всего три-четыре тысячи. Мимо присутствия, нежно обнявшись, проследовали в винную лавку дорогие друзья Растригин и Папа Пападаки. Опять изо всех окошек трактира, словно через дырки дуршлага, тягуче вытекало уже хорошо знакомое все пташки кадарейки так жалобно пою. Скоро пошел в рост буйный камчатский шаломайник, который за две недели выгонял свои стебли на такую высоту, что с головой скрывал в своих зарослях всадника. На верхушке стебля распускалось чудесное соцветие вроде бомбы. Приезжие говорили о шаломайнике лес, а камчаталы говорили трава. Началось лето. Берега Авачинской бухты уже закидало цветами. Окрестности Петропавловска стали удивительно живописной. Иностранные капитаны говорили Соломину, что Камчатка в пору цветения напоминает им самые райские уголки мира. На подходах к вашему городу нам казалось, будто мы входим в Сидней или сейчас откроется Рио-де-Жанейро. Камчатку населяли тогда лишь около 7 тысяч человек. Пушистая Камчатка Будущее имеют страны, у которых есть прошлое. Прошлое это ведь тоже богатство, почти материальное, и оно переходит к потомкам вроде фамильного наследства. На вулканическом пепле цветущих долин Камчатки, как на срезе старого дерева, четко отслоились три исторические эпохи. 17 век выплеснул на эти угрюмые берега крепкие кочи с казаками землепроходцами. 18 столетие оставило на Камчатке потомство ссыльных и беглых, искавших здесь вольной жизни. 19 век подарил Камчатке русских переселенцев, которые в обмен на освобождение от рекрутчины избрали себе отдаленное житие среди вулканов и гейзеров, а вслед за тамбовцами и ярославцами сюда потянулись и коренные сибиряки. Из прочного сплава пришлых россиян с местными жителями образовался новый тип камчедал. Язык камчедалов русский, но сильно искажен местным выговором. Камчатка знавала и веселые времена. Когда-то здесь шумела полнокровная жизнь, гавань оживляли корабли, в городе размещался большой гарнизон с артиллерией, население почти сплошь было грамотно, всю зиму Петропавловск играл пышные свадьбы. Камчатка считалась тогда наилучшим трамплином для связи России с ее владениями в Америке, и лишь когда Аляску продали не за понюх табаку, камчатская жизнь заглохла сама по себе. Одни уехали, другие повымерли. Казалось, что сановный Петербург раз она всегда поставил крест на Камчатке, как на земле бесплодной и ненужной. Все богатства полуострова и омывавших его морей царизм безропотно отдал на разграбление иностранцам. Андрей Петрович, стоя возле окна, долго смотрел вдоль унылой улицы, такой пустынной, что брала оторопь. А жизнь кипит, произнес Блинов. Нет, чиновник не шутил. И когда Соломин указал ему на отсутствие оживления, Блинов восторженно заговорил. Помилуйте, да сейчас на Камчатке вроде ярмарки. Лето самое веселое время. Смотрите, и корабли заходят, и полно приезжих, и газеты читаем, и письма пишем. Андрей Петрович даже рассмеялся. Если летом жизнь кипит, сказал он, то представляю, как она бурлит и клокочет зимою. Вскоре Соломина навестил в канцелярии папа Пападаки, конкретно и без оменяков предложивший денег. Касса-то у вас не открывается, сказал он. Андрей Петрович понял, что за этим предложением кроется попытка всучить ему взятку. Он ответил ценителю бобров, благодарю, но в деньгах я пока не нуждаюсь. В поведении папа Пападаки вдруг проявилось нечто странное. На цыпочках он блуждал вокруг сейфа, пальцы его, унизанные безвкусными перстнями, обласкивали холодный металл несгораемого шкафа. Неожиданно он пришел к выводу, а ключик-то внутри остался. Мишка его там оставил. Кассия не закрыта на ключ, а лис на задвиску французской системы. Папа Пападаки зашептал на ухо, вкратчиво, как шепчут слова страстной любви, что он может открыть Кассию, но за это Соломин обязуется показать ему пушную казну Камчатки. Мне много не нужно. Один бобрик, два бобрика, ну, лисицку какую, все тихо, а Кассию открою вам ногтем. Это ведь не Кассия, а чистому смеху, как говорят в Балаклаве. Я завижу, тут замок Брамма. С ним котенок лапкую справится. Когда разбогатеете, дал он совет Соломину, покупайте Кассию только системой инженера Мильнера. От Кассия так Кассия, даже открывать невыгодно. Не понял, сказал Соломин. Папа Пападеке пояснил неучу, что для открытия мильнеровских сейфов одного лишь инструмента требуется шестнадцать пудов, следовательно, без двух помощников в таком деле не обойтись, а с ними надо делиться и содержимом кассы. Даже дом трясется, когда открываешь кассию системы инженера Мильнера. — Пожалуйста, вдруг сказал Папа Пападеке. Раздался мелодичный звон, и дверца сейфа открылась, обнажая пачки казенных денег, поверх которых верно лежал и ключ. Когда и как Папа Пападеке открыл несгораемый шкаф, Соломин даже не успел заметить, это была работа маэстро. — Так можно мне Исак посмотреть? — спросил он. — Нельзя, остался непреклонен Соломин. Папа Пападеке резко захлопнул сейф. — Тогда заявите без денег, сказал он, уходя. — Жюлье какое-то решил Соломин. Судя по всему, Папа Пападеке наслоился на камчатскую историю как стихийное явление двадцатого века, как продукт хищного афоризма, мелкая и неразборчивой буржуазии. Таких типов Камчатка раньше не знала. Это было нечто новенькое. Вообще-то Блинов прав. За кажущейся притихлостью царила подпольная суета-сует. Между обывательских домов Петропавловска шныряли наезжие иностранцы, чающие купить пушнины из-под полы еще до открытия аукциона. Соломин в эти дни случайно повстречал и того американца, с которым плыл на Сунгаре. Вам удалось поживиться мехом? Никак, удрученно ответил тот. Я не думал, что это так сложно, ведь у нас в Америке о Камчатке ходят легенды, будто здесь лисицами и соболями выстланы мостовые. Очевидно, Янке был в этом деле новичком. Вы разве приехали сюда не от фирмы? Какая там фирма? Я небогатый служащий из скромного офиса. Всю жизнь моя жена мечтала о хорошей шубе, какие носят богатые дамы. Мы посчитали, что даже с поездкой сюда шуба обойдется нам в сорок раз дешевле, нежели мы стали бы покупать ее у себя дома. Соломин потрепал американца по плечу. У вашей жены будет шуба. Отличная шуба. И скоро я немножко еще придержу открытие аукциона. Ему до сих пор многое было неясно в механике аукционной продажи. Он понимал, что тут не все чисто, но не мог разобраться, где кончается торговля и начинается открытый грабеж. Ведь если вдуматься, прибыль от продажи пушнины должна обогатить местных трапперов и охотников и народцев. Именно они поставляют столицам мира нежно-искрестую легчайшую красоту манто, горжеток, палантинов, муфт и буа, украшающих женщин лучше всяких драгоценностей. Близость предстоящего аукциона уже настраивала Петропавловск на праздничный лад. Мишка Сотенный тоже потирал руки. Вот когда мы выпьем, говорил урядник, с кем же Миши пить собираешься. У меня дружок есть, траппер, Сашка из палатов, что охотничает за рекой Камчаткой. Вот увидите, он больше всех привезет мехов, сдаст в казну, и тут мы с ним закуролесим. Соломин попросил урядника подсказать ему, как удобнее обойти спекулянтов при аукционе, но Сотенный сказал, я ведь с купцами не вожусь, если хотите все знать, вы у Блинова спрашиваете, он давно на Камчатке горбатится. Блинов не стал щадить Петропавловских богатеев, он честно раскрыл их крапленые карты. Оказалось, писал Соломин, что аукцион ясачных соболей из коневиков производится в тесной компании камчатских торгующих, причем цены за соболей всегда держались заниженные. Выяснилось также, что далеко не вся пушнина, собранная в ясак, предъявлялась на аукцион. Иные звери продавались как-то так, что от них не оставалось и следа. Блинов сказал Соломину, что дело это сложное. Расстригенный папа, вам с ними лучше не тягаться, но если хотите жить спокойно, примите от них положенное и закройте глаза на все, что творится. Положенное это взятка. Но взяток не беру, сказал Соломин. Да уж лучше взять, чтобы потом не мучиться. Поначалу казалось диким и неприятно резало слух стародавнее слово «есак». Начинался век технического прогресса, а здесь на Камчатке еще драли «есак» с населения, будто не кончились времена Мамая и Тахтамыша. Из связки ключей уездной канцелярии Соломин выбрал ключ, которым и открыл «есачные кладовые». При этом даже зажмурился. Горы лежали перед ним, горы мягкой и волшебной красоты, которые собрала пушистая и нежная Камчатка. Он снова закрыл двери и засургучил их печатью. «Я думаю, пора начинать», сказал Соломин. С улицы грянул выстрел, и через минуту в канцелярию вломился толстый немец из числа наезжих скупщиков пушнины. Он требовал привлечь к суду местного жителя Егоршева, который безо всякой на то причины сейчас застрелил его собаку, прекрасного породистого доберман Пинчера. «Не кричите», осадил немца Соломин. «Причины к убийству вашей собаки вполне законны. Завоз любых собак на Камчатку карается большим денежным штрафом, и я вас оштрафую, ибо ваш прекрасный доберман мог испортить породу камчедалок». Немец счел, что над ним издеваются. «Мой доберман Пинчер имел в Берлине три золотые медали, его на выставке собак изволил приласкать сам Кайзер, и как же он мог испортить ваших паршивых дворняжек?» Соломин растолковал, что камчедалки, хотя хвосты у них и закручены в крендель, вовсе не дворняжки. Это собаки, порода которых сложилась в суровых условиях служения человеку, и они способны покрыть в сутки расстояние до ста двадцати миль, получив за это татский труд лишь кусок юколы. А медальный доберман Пинчер, если его поставить в нарт издох бы сразу. После чего Соломин повернулся к Блинову. «Составьте протокол и оштрафуйте этого господина, доберман Пинчер, которого был недостоин даже того, чтобы понюхать под хвостом у самой последней камчатской сучки. А перед самым открытием аукциона он решил нанести удар по винной торговле по самому больному месту. Согласно законодательству Российской империи, завоз спирта на Камчатку, как страну и на Родческую, был неукоснительно запрещен. Наяву же здесь протекали хмельные реки. Спирт завозился из Америки, и Соломин не имел права выпустить его на землю, хотя он чуял, что тут не обошлось без камчатского торгово-промыслового общества. На складах Петропавловска обнаружились колоссальные запасы алкоголя в самых различных вместимостях. От мизерных сосок, то есть соток, вплоть до необъятных бочек. А перед главным кабаком Петропавловска площадь была вымощена пустыми бутылками. Несколько поколений виноторговцев закапывали бутылки донышками кверху. Образовалась уникальнейшая мостовая, какой не было нигде в мире. Сейчас поверх этого паркета лежал в блаженстве все тот же отставной чинодрал Ниякин, которого давно устали ждать судьи Владивостока. Соломин велел оттащить Ниякина в карцер. Конечно, где же ему уехать с Камчатки? Он не только пароход, но и царствие небесное проспит. Вместе с урядником Соломин обошел лавки города и отобрал у продавцов патенты на винную торговлю, о чем сразу же оповестил начальство. В условиях абсолютной трезвости открылся пушной аукцион. Мишка сотенный тяжком спросил, а вы прежде с Растригином то столковались? О чем толковать мне с ним? Неужто даже товар нашим не показали? Увидят его лишь сейчас. В этом и заключалась его стратегия. А вести аукцион Соломин упросил школьного учителя, и тот согласился. «С меня как с гуся вода», сказал он, бесстрашно раскладывая на столе серебристых соболей и седых бобров. Торг проходил в пустых классах школы, где расставили скамейки для публики. В самый последний момент Соломин был ошарашен непониманием двух слов местного диалекта. «Учтите», сказал ему учитель, «здесь не только хвост, здесь продается и головка». Оказывается, хвост — это худшие сорта пушнины, которая всегда выставлялась на аукцион, а головка — лучшие сорта, которые раньше камчатские начальники позволяли продавать подпольно, за что и получали с купцов солидное вознаграждение. Но теперь этот фокус не прошел, и Соломин видел алчное беспокойство в рядах местных скупщиков и перекупщиков. Он даже слышал, как Растригин, обернувшись, сказал кому-то в публике, «Ой, нехорошо все это, не по-божески». Соломин заранее предупредил учителя, чтобы тот, ведя азартную игру аукциона, нарочно взвинчивал цены. Американцу же, приехавшему за шубой для жены, Андрей Петрович шепнул, «Шуба вам будет. Вы только не кидайтесь в споры, а переждите, когда страсти поутихнут». «Кто это такой?» спросил Соломин урядник. «Небогатый человек, и, кажется, порядочный. Ему не меха нужны, и одна шуба. Наберет на манто и уедет, пускай». Учитель растряс в руках дивную чернобурку. Такой красоты, что иностранцы издали стон, а представитель одной бельгийской фирмы начал нетерпеливо елозить ногами популу. «Кошка дохлая», послышался босок Растригина. «Нашли, что показывать», поддержали его прихлебатели. «Этой-то шкуркой в сенях мусор мести». Все было так, как и предвидел Соломин, перехвативший инициативу торга в казенные руки. А лисица полыхала дивным смоляным огнем волшебного подшерстка. «Убей меня, бог, даже червонца жаль за такую падлу», кричал Растригин, тряся потными кудрями. Но жажда местной наживы заглушалась жаждой наживы более широкой, уже международной, и заезжие иностранцы, увидев в этом году такой великолепный товар, стали круто поднимать ставки. Неумолимо разрушая все козни спекулянтов, стучал молоток в руке вдохновенного педагога. «Восемьдесят раз! Кто больше? Девяносто! Раз! Девяносто! Два! Девяносто!» Соломин демонстративно выхватил бумажник, хлестнул по столу двумя сотенными екатеринками. «Двести!» выкрикнул, он, поднимая цену выше. Карагинская чернобурка пошла с молотка за двести двадцать рублей, и Соломин сложил свои деньги обратно в бумажник. Иногда за редкие экземпляры цены взбегали до трехсот рублей, даже выше. Соломина нисколько не смущало, что меха Камчатки попадали в руки иностранцев. Торг есть торг, и в нем существенно только прибыль. Но теперь, когда Растригин и Папа Попадаки были выбиты из игры, денежная прибыль, минуя их кошельки, поступала в кубышку инородческого капитала Камчатского уезда. Конечно, стерпеть этого купцы не могли. «Мы же никакие не бодь! Православные!» бросил Растригин в лицо Соломину и ринулся к двери, увлекая за собой на улицу и всех остальных перекупщиков. «Продолжайте!» велел Соломин учителю. В окно он проследил, как Растригин, размахивая руками, уводил приятелей в ближайший кабак. Но через минуту выскочили оттуда словно ошпаренные, вином больше не торговали, и это привело камчатских крезов в ярость. Большой толпой они проплыли мимо школы. Блинов под азартный вопль аукционеров сказал, «Вы даже не знаете, сколько обрели врагов». «Я знаю, что их много», ответил Соломин. К нему протиснулся пожать руку знакомой Янке. «Моя жена будет очень довольна», сказал он, вскидывая на плечо громадный, но почти невесомый мешок с соболями. «Я очень рад за вас», улыбнулся Соломин. Он был рад, что может избавить жителей Камчатки от грабежа, который давно уже стал традицией. Теперь пора подвести итоги. Продажа ясачной пушнины с торгов дала прибыли 17 тысяч рублей. Блинов даже ахнул, «Матушки, в шесть раз больше обычной выручки!» Соломин сразу же велел произвести из этих денег оплату инородцам налоговой повинности, а остальные деньги тут же переправил во Владивосток на имя губернатора с реестром товаров, необходимых для жизни тех же инородцев. Петропавловск зажил нервной и судорожной жизнью, купцы всюду жаловались. «Все было у нас на ядь, а теперь никто не знает, что будет, господи! Хвост обче с головкой куда-то за океан сбагрили, а нас обидели, будто мы нехлисти какие!» Скупщиков поддерживали виноторговцы. «Живи сам, но не мешай другим, не ради себя и стараемся, нам бы только народец не заскучал, разве ж не так? Золотые твои слова, Тимох Акимыч!» Немало волновались и камчатские пьяницы. «Что же нам теперь, так и будем сидеть трезвыми?» Растригин навестил папу попадаки. «Вот что папа», сказал он ему, вышибая пробку из бутылки с ромом. «Ты хаша и греческий, а все же дворянин, а потому сам понимаешь, надо писать донос. Крой этого соломина так, чтобы во Владивостоке чесаться начали, да прежде покажи донос Трушину, чтобы он запятые расставил». Вечером видели папу попадаки, который двигался по улице в сторону кладбища, имея в руке вилку с надетым на нее куском балыка. Вид у него был весьма обалделый. Бобровый король с балыком на вилке скрылся среди могильных крестов, где, надо полагать, искал творческого вдохновения. до расстановки запятых было кресты минер .